Журналисты, пожалуйста, с двух сторон есть микрофоны. Задавайте. Журнал «Мир коммунизма». У меня вопрос Николаю Михайловичу. Какую главную цель вы ставите в этой избирательной кампании? Спасибо. Главная цель – донести нашу программу. Мы всегда ставим перед собой цель, когда и проходят избирательные кампании в территориях, в краях, областях, в Госдуму. Цель одна – донести нашу программу до каждого дома, до каждого человека. Беспокойное время избирательная кампания проходит и будет проходить. Спецоперация идёт. Мы понимаем, какое настроение у населения. Мы прекрасно понимаем, я постоянно общаюсь. Не думайте, что буквально 15, 16, 17-го все побегут бегом. Поэтому нам необходимо убедить избирателей, населения, своей программы, что в этой ситуации, как никогда, прочитав нашу и ознакомившись с нашей программой, они делают голосование и выбор за себя. За себя. У нас чётко всё прописано. Абсолютно. Поэтому главная задача нашей команды, меня, как кандидата, и на теледебатах, и в своих поездках – донести, убедить, чтобы люди осознанно, избиратели осознанно проголосовали. Я ещё раз хочу подчеркнуть одну простую мысль. От этого голосования, от этого выбора будет зависеть тот курс, который страна будет проводить после этих выборов. Курс, который обозначен Ельцин, Гайдар и Чубайси, провалился полностью. Он привёл к войне, которая сейчас полыхает. Он привёл к потере в базовых отраслях производства до половины, а то и более. Мы на 15 авиационных заводов производили полторы тысячи летательных аппаратов. Мы сейчас 9 из 10 самолётов иностранные, на которые вам не поставляют запчасть. Наша задача, чтобы все, кто занимается высокими технологиями, поняли, что при ставке 16%, обесцене рубля на 80% и росте цен на все комплектующие, как сегодня, нам не решить эти проблемы. Нам надо менять этот финансовый экономический курс. И все, кто работает в этих отраслях, должны понимать, что это реальная программа, которую мы предлагаем, позволяет это решить. Мы это доказали, когда пришли Примакову, Маслюкову и Яращенко, когда в казне и денег не было. Мы показали, как можно прибавить, мы за год прибавили 24% промышленности. Весь мир был ошарашеный. Вот сидят здесь двое, я и Харитонов, Кашин, Холомейцев и ещё целая группа. Мы ходили и убедили, что надо вложить в сельхозмашиностроение. И вложили Россельмаши, тысячу поставщиков, Кировский завод 700. Мы прибавили в сельхозмашиностроение 28%. Мы в народных предприятиях показали, что можно не брать ни копейки и решить все проблемы. Поэтому любой избиратель, приходя, должен понимать, что если и дальше продолжится этот олигархический курс, решить проблемы невозможно. Можно, мы одолеем этот напасть на Украине. Но если вы собираетесь в рамках этого американизированного капитализма соперничать с теми, кто имеет в 15 раз больше вас потенциала, вы никогда их не победите. Почему Ленин победил? Потому что он предложил новый вариант. Почему Сталин победил? Потому что лень сталинская модернизация руководствовалась опережающим развитием. Но в основе лежала наука, образование, человек, героический труд и всё остальное. Вот мы-то предлагаем. Вот это принципиальное отличие программы Харитонова от «Единой России» и всех остальных. Это исключительно важный вопрос. Поэтому надо приходить, дружно изучать и голосовать. И мы недавно встречались перед Новым годом, пять часов беседовали с президентом Путиным. Он заявил о том, что капитализм зашёл тупик, но я не вижу поворота из этого тупика нынешнего правительства. Оно сильнее предыдущего. Предыдущий не справился бы ни с ковидом, ни с 17,5 тысяч санкций. Весь вопрос в том, что позарез всем нужен новый финансово-экономический уровень. Всем нужен. В противном случае мы не справимся с этим вызовом. Вот наша задача, правильно Николай Михайлович говорит, дойти до людей, объяснить. Решение есть. Оно опробировано. Оно доказано советской эпохой, китайским уникальным опытом. Я только что с послом Корейской народной демократии с Республикой встречался. Они сумели, опираясь на собственные силы, обеспечить свою безопасность. Давно бы их американцы разодрали. У нас есть всё необходимое. Но нам надо осознать, что вопрос будет ребром стоять и дальше, если мы продолжим этот финансово. Нам надо уходить из этого тупика. Эта программа как раз отвечает на дальний вопрос. Я бы буквально добавил чуть-чуть. В нашей команде, как никогда, а это очень необходимо в настоящее время, собрана молодость, мудрость и опыт. Я первый представитель первого посевоенного поколения. Мы воспитывались, многие сидящие смотрят, присутствуют здесь. Тогда, когда в обиходе был друг, товарищ и брат. Поэтому сегодня нам вернуть надо вот это отношение. В начале 90-х годов, кто помнит историю, доверили молодым Гайдар, Чубайс, Козырев, министры иностранных дел. Тогда, когда у Чубайса сидело по 100 советников Соединённых Штатов Америки. До чего мы дошли? Надо сказать большое спасибо Коммунистической партии, Народно-патриотическому союзу, всем силам патриотическим, что с 90-х годов под 2000-й год хоть что-то осталось и сохранилось. Прав абсолютно, Геннадий Андреевич. Он не может всех нюансов говорить. 8 месяцев отработал Примаков. Мы имели тогда в Думе, нам иногда говорят, вы имели большинство. Никогда большинства в Думе мы не имели. Да, мы имели 196 голосов. Но каждые полтора месяца Рыжков Николай Иванович народовластия возглавлял, Геннадий Андреевич фракцию КПРФ, Ягропромышленную группу. Каждые полтора месяца приезжали вечером Евгению Максимовичу Примакову, Царство Небесное Маслякову, которому мы рекомендовали. Он в открытую говорил, дайте хоть меченые деньги, я спрошу остатки спасу военно-промышленного комплекса, Царство Ему Небесное. Если бы не он, я не знаю вообще, что бы осталось. Спасли, спасли. А потом тогда, когда руководство Примакова, правительство пошло в гору, окружение Ельцина, да нельзя, его надо убрать, и так далее, и так далее. Но это политика, вы молодые, кто задавал вопрос, не помните, не знаете. Сегодня, как никогда, в нашем избирательном штабе сочетание молодости, мудрости и опыта. Это необходимо именно сегодня. Спасибо. Когда была закрытая коллегия министерства обороны, все руководители крупных предприятий были. Вот генерал Соболя-8, заводу ведущий объект. Все подошли и поблагодарили. Сказали, вы спасли военно-промышленный комплекс. Наша команда. И она продолжает эту очень важную линию. Пожалуйста. Говорите в микрофон и погромче. Добрый день, Николай Михайлович. Вопрос следующий. Вы в своих выступлениях очень много раз упоминали о создании правительства народного доверия и национальных интересов. Погромче говорите. Скажите, пожалуйста, каким правительством вы сегодня видите и каковы его задачи? Спасибо. Представьтесь, пожалуйста, еще. Сокронов Николай, Вестик Московского университета. Спасибо. Значит, это вопрос всего Народно-патриотического союза. Я в 2016 году обнародовал состав. Вы можете поднять там 56 человек и все ключевые направления придет. У нас есть команда, которая в состоянии решить эти проблемы. Мы считаем, что и в нынешнем составе правительства Мишустина немало толковых, грамотных людей. Но вся беда этого правительства заключается в том, что они не взяли в свои руки финансово-экономический блок информационный. А вы не в состоянии эффективно работать, если вам определяют это направление те, кто не понимает, допустим, что такое жилищно-коммунальное хозяйство. На меня вчера пытались шикать некоторые. Я им сказал, вы видите, что мороз 25 градусов проверил вашу коммуналу. Я начинал каждое выступление в Думе с одного тезиса. У нас 60% труп изношено. Страна стоит на миллионе километров трубопроводов разного сечения. Вы обязаны каждый год минимум 5-7% ремонтировать и столько менять. Труба служит 25 лет в лучшем случае. Новые 50. Если вы это не будете делать и завтра трещать, вы не в состоянии ничего за одну неделю сделать. Вы не умеете, вы не понимаете. И вы это хозяйство отдаете частнику, который сидит в Австрии. Я ему должен звонить, чтобы он коллектор ремонтировал. А он сидит и говорит, а я не буду, мне не выгодно. И вы ничего сделать с ним не можете. У нас в Подмосковье 15 городов замерзло. И сейчас продолжают сыпаться. Поэтому вопрос. Открывайте, я говорю, бюджет, господа единороссы. Вы на следующий год же коммуналку сокращаете на 43%. А на 26 еще на четверть. Что это означает? Это означает, коммуналка превращается в атомную бомбу замедленного действия. Завтра целые города вы замородите. Вот если бы правительство это определяло, оно до конца не определяет. Сидит в финансовой блоке и пишет, сколько денег на науку. Если вы хотите быть великой страной, фундаментальная наука бюджет в 4 раз должна увеличить. Если хотите умной страной, доведите до 7% бюджет. Если хотите, чтобы дети рождались, тогда поддержите многодетную семью. А Сталина 6 раз носит и снова отбой. Смысл народно-патриотического правительства заключается в том, чтобы собрать всех грамотных, толковых и вместе с ними выработал новый курс финансо-экономической информационной политики. Невозможно заниматься патриотическим воспитанием, когда вам показывают день единства несколько серий Троцкого, когда у вас без конца колчаки, когда у вас нет опоры на великую советскую эпоху, которая единственная в мире показала пример победы над фашизмом. В этом и смысл формирования новой команды. В этом и смысл проведенных выборов. Надо отдать должное президенту Путину. Когда с ним беседовали, я сказал, вам не нужна халтура, вам не нужны выборы, которые поставят под сомнение. Вам нужны конкурентные, нормальные выборы, где будут соперничать программы и команды. Мы придем к командой и покажем, как мы решаем, добиваемся и какие результаты. Тогда есть возможность собрать все лучшее и выбраться из этого кризиса. Надо отдать должное, что Путин, выступая перед прокурорами, военными, единороссами, своими штабом, прямо сказал, мы должны показать пример. Я выступаю и говорю, какой пример? Три дня идет кампания, Харитонова нет в этой кампании, вы показываете по телевидению двух других. Да еще сидят там эти старатели, которые привыкли халтурные партии лепить за одну неделю. Сидет еще один муляж, строят там против нас. Они уже строили по 8 муляжей таких. Никому это не нужно. Поэтому мы все сделаем, чтобы выборы прошли достойно. Но еще раз подчеркиваю, правительство народного доверия будет сформировано. Без этого мы не победим и не вылезем из этого кризиса. Пожалуйста. Здравствуйте. Журнал «Политическое просвещение» Марат Мазаев. Геннадий Андреевич, вопрос к вам. Сейчас в Швейцарии проходит Доводский форум. Мы уже слышим ряд одиозных заявлений. Допустим, президент Аргентины заявил, что социализм несостоятельен и погубил миллионы жизней на планете. Ну и, конечно, скандал с украинской делегацией, с которой отказалась встречаться делегация Китая. Каковы ваши общие впечатления от этого форума? Это главный форум банкиров и тех, кто выстраивал глобальный мир. Он выстраивался по каналам и канонам американских специалистов. Я выступал в ведущих университетах Америки. В том числе встречался Бзижинсин, маршал Голдман и Ричард Пайф, три главных глобалиста и русофоба, собственно. Они считали, что Америка свет в окошке, и она все сделает решить. И собирались в Довозе, определили повестку дня на будущее. Я прямо сказал, повестка полностью банкротилась. Глобалист по-американски разваливается. То, как он разваливается, вы видите в Америке. Когда ходит в качестве президента, который обладает ядерной кнопкой, человек, который с пустыми углами здоровается и не знает, куда идти и где поворачиваться. Это трагедия для Америки и всего света. И вместо того, чтобы снова собраться, кстати, Зеленский там ездил, Нильтишил, ничего там не дали. И не дадут больше. Нечего давать. Все арсеналы военные мы перемололи, которые были в Европе. Американское это производство, оно свернулось. А что касается денег, то не хватает денег им на новую войну. Она у них расползается по Ближнему Востоку. Поэтому Довоз сегодня потерял тот шарм и роль, которую играл в свое время. Но в этот раз проброшена новая идея. Я не исключаю, что они ее будут реализовывать. Так называемый вирус X. Что касается ковида, его американцы изобрели. Как бы они ни отбрехивались, сейчас почти всем очевидно. Они решают свои проблемы. Очистить планету, сформировать идею главной элиты, и они будут дальше господствовать. Ничего из этого не выйдет. Не выйдет. Будет многополярный мир. Мы вместе с китайцами, индусами его начинаем выстроивать. И сам факт, что БРИКС расширился вдвое, это наш ответ Чемберлену. Это исключительно важная идея, которая реализуется в полной мере. Но новый вирус, которого нет, должен быть сильнее предыдущего в 10-20 раз. Вылезти эту абракадабру вполне по силам. И запустить ее снова по силам. Поэтому я не случайно выступаю и сказал, нам надо по всем каналам учетверить бдительность, утроить бдительность по этим направлениям. И понимать, что те, кто сегодня пытаются хранить свое господство, пойдут на любые провокации и преступления. Нам надо все это обезопасить на ранней стадии. Будем умны и сильны, успешны. Нас никто не тронет. Пожалуйста, Николай. Я добавил бы еще буквально два слова. Об этом как бы вирус X мало говорят. Но разговор о том, что земной шар переполнен 8 миллиардов населения, уже давно говорят. И те, кто затеяли ковид, первую проверку прошли. Неслучайно удовольствия сегодня говорят в полузакрытых залах о том, что идет-бредет вирус X. Поэтому нашему здравоохранению всем научно-сельским институтам необходимо готовиться, они думают отсидеться за океаном, а потом использовать наши территории. Надо нам, о чем Геннадий Андреевич говорит, быть абсолютно. И мы с приходом к власти будем это делать. Потому что и не только по человеку, и по продовольствию будут эти беды. Все будет заражено. Поэтому мы должны быть готовы не расслабляться. А в войне, само собой, спецоперации победить. И как можно быстрее. В подтверждение слова Николая Михайловича, в Москву в декабре 59-го года, по-моему, затащили черную оску. Один художник ездил на выставку в Индию и притащил. Если вы посмотрите внимательно, какие были меры приняты, это фантастика. За два дня января мы каждый день прививали по несколько миллионов прививок. И мы остановили эту заразу. Мы купировали ее полностью. И тогда, когда ВОЗ, Всемирная организация увидела эту работу, мы предложили решить эту задачу фактически во всем мире. Они говорят, у нас денег нет, мы говорим, за свои средства. Советская страна обеспечила прививку всей планете. Даже там, где воевали, и в Афгане, и в Африке, черная оспа исчезла с планеты. Есть два института. Один у нас недалеко от Новосибирска, один в Центр Америке. Две споры есть, собственно говоря. У нас в этом отношении уникальный опыт и великолепные специалисты. Пожалуйста. Здравствуйте. Сердякова Дарья, агентство ТАСС. Николай Михайлович, сегодня достаточно обширно обсуждалась программа, но хотелось бы попросить вас подвести итог, выделить несколько конкретных основных тезисов, с которыми вы пойдете на выборы. Спасибо. Я думаю, что Юрий Иславович дополнил об этом. Я уже в начале в ступитом слове говорил, задача одна у нас. Чтобы страна, которая имеет всю таблицу Менделеева, каждый человек от рождения до пенсионного возраста жил достойно. И как Василий Макарович говорил, он говорил, тогда еще, в те годы, нам необходимо вернуть состояние души человеку, который бы шел на работу и с работой с песней. Вот из этого исходя посыла, мы в своей программе абсолютно все предусмотрели. И я думаю, что, ну, наверное, время много займет, тогда, когда придем к власти, день за днем это будем реализовывать. Поэтому не хотел бы я отбирать много времени. Вот он. Здесь у нас посыл здесь. Сейчас Афонин, пожалуйста, Юрий Вячеславович. И прожиточный минимум, и здравоохранение, и детское. Представит каждое, коротко каждое. Дорогие друзья, действительно, те программные предложения, которые есть у Харитона, у КПРФ, они родились, исходя из позиций людей. Когда обсуждался новый проект Конституции, КПРФ создала большую рабочую группу, и мы подготовили предложения в Конституции Российской Федерации. Если бы эти предложения были услышаны, мы намного более готовы были к тем вызовам, которые происходят в мире, и в том числе вот этой агрессии. Первое. Мы считаем, что нужно серьезно изменить социально-экономическую политику, необходимо развитие промышленности, сельского хозяйства, новая индустриализация. Об этом говорили на Дальнем Востоке, потому что, понимаем, без развития промышленности, без развития реального сектора сделать ничего невозможно. Но для этого нужны ресурсы. Откуда взять эти ресурсы? Нужна национализация природной минеральной сырьевой базы. Мы внесли соответствующий законопроект в Государственную Думу. К сожалению, Единая Россия этот законопроект не приняла. А сейчас можно было сделать серьезный шаг. Второй момент. Нашей экономике нужны средства. Но и нужна социальная справедливость. Законопроект, внесенный нашей фракцией о прогрессивной шкале налогообложения, он должен был принят. Опять Единая Россия его отклонила. Но это позволило бы в бюджет серьезный прилив новых средств. А с другой стороны, люди поняли бы, что те, кто зарабатывает много, должны платить много. А те, кто фактически живет за чертой бедности, а у нас более 20 миллионов таких граждан нашей страны, они должны быть освобождены, потому что они не могут свести концы с концами. Мы считаем, что необходимо серьезное увеличение зарплат, пенсий, стипендий, минимальный размер оплаты труда. Он увеличился. Но мы считаем, что минимум 35 тысяч должен быть минимальный размер оплаты труда, для того, чтобы люди могли достойно обеспечить, в том числе, жизнь своих семей. Я просто добавлю сейчас. Было 16,242 тысячи минимальные. Я выхожу, выступаю, говорю, попробуйте кто-нибудь прожить. На 17 с лишним процентом прибавили. Стало 19,242. Я говорю, на 20 попробуйте при нынешних ценах протянуть. 35 это минимум. Правильно Юрий Вячеславович говорит? Мы хотим остановить рост цен. Нам показывают инфляцию сначала 5%, потом 7% и так далее. А реальная инфляция совершенно другая на продовольственные товары первой необходимости. Харитонов об этом говорил в Хабаровске. Посмотрите, что делают торговые сети. Значит, пол-литра молока отпускная цена 35, а продает по 120, по 140. Зарабатываю на сельхозтружениках. Мы приняли предложение и внесли в законопроект. Опять Единая Россия отказывается этот законопроект в Государственной Думе принимать. Вопросы ЖКХ. Растут тарифы. А что с коммунальной системой? Геннадий Андреевич об этом говорил. Была позиция Харитонова высказана об этом вопросе. Без того, чтобы коммунальные сети, коммунальная система, энергетическая система возвратилась к государству после ее разрушения и распродажи, решить проблему модернизации системы невозможно. Нужны триллионы рублей. Но кому эти триллионы? Опять частникам, которые разложат эти деньги по карманам. И коррумпированным чиновникам, которые поощряют. Поэтому у нас четкая принципиальная позиция. Все коммунальное. И личный коммунальный тариф не должен превышать 10% семейного дохода. Иначе эта коммуналка душит каждую семью, особенно молодую. КПРФ, Зюганов, Харитонов боролись вместе с народом против пенсионной охрабления. Это не пенсионная реформа. Нам опять везде эту тему говорят. Давайте добьемся отмены этого повышения пенсионного возраста. Давайте, наконец, примем закон о детях войны, который фракция КПРФ вносила не раз в Государственную Думу. Опять он тормозится. Наши все предложения совершенно конструктивны. И наша программа, которая обозначена, можно с каждым пунктом ознакомиться. Но в рамках подготовки нашего проекта Конституции практически по всем инициативам мы проводили опрос общественного мнения. От 80 до 90% граждан страны поддерживают наше мнение. Но если граждане страны хотят этих изменений, то необходимы эти изменения, чтобы были. Народ связывает эти изменения с КПРФ и с Николаем Михайловичем Харитоновым. Кстати, под каждое из этих положений закон готов, готов бюджет развить, готов реальный опыт, как это можно решить на практике. Нина Александровна сейчас представит по детям. Пожалуйста. Очень коротко, наверное, я вас немножко удивлю, но объявленный год семьи вскрыл такой существенный пробел в нашей государственной политике. Точнее, отсутствие этой государственной семейной политики. Всё, что касается семьи, материнства и детства, у нас регулируется региональным и муниципальным законодательством. То есть страна разорвана на 89 регионов, в каждом регионе своя региональная политика. Ну, предположим, единое пособие. Для того, чтобы получить единое пособие, очень многие прописываются, живя в Дагестане, на Дальнем Востоке, потому что там выше проживочный минимум. В итоге мифическая виртуальная рост численности населения на Дальнем Востоке, а фактически люди проживают в своих регионах. Причина? А потому что власть так подумала, что критерии это малоимущие, и второе, это всё зависит от проживочного минимума в субъекте. Мы о чём говорим? Мы должны сейчас вернуть государство в социальную сферу. Всё, что касается жизни, здоровья, будущего наших детей, должно определяться, всё-таки финансироваться из федерального бюджета. Образование. Единые стандарты – это хорошо, конечно, учебники, но финансирование тоже из регионального бюджета – это очень плохо. Поэтому, как бы ни скрывали сегодня власти отсутствие у нас разницы в заработной плате наших учителей, что там всё нормально, как было доложено президентом, мы знаем, что там всё ненормально. Поэтому, конечно, единые стандарты должны обеспечиваться из федерального бюджета. Детский отдых. Уже изучили иностранное слово «кэшбэк» и спрашивают, будет ли кэшбэк? Да не будет. Надо финансировать отдых из федерального бюджета. Удивлю вас? Ноль. Ноль рублей на финансирование, кроме федеральных детских центров. Всё остальное – это не только забота регионов, но и самих родителей ложится на плечи. Дополнительное образование. Да у нас дети так и будут выходить на улицы, сколачивать банды, появляя себя, заявляя себе, участвовать в этих трёх штримах. Почему? Потому что детям нечем себя занять. А у нас на дополнительное образование сократили сегодня на 50%. А у нас есть развекружковая работа, она тоже слабо финансируется из федерального бюджета. Иными словами, наша задача, придя к власти, сделать так, чтобы заработала статья 7 Конституции, о которой говорил Юрий Вячеславович. Даже из обновлённой Конституции не убрали тот факт, что Россия – социальное государство. Федеральная власть должна включиться в поддержку семьи, материнства и детства. Спасибо. У нас сегодня в 16-го в круглом зале колонного зала пройдёт круглый стол, посвящённый 370-летию Переославской Рады. Когда триединство русского народа начало синергично восстанавливаться, после того, как княжеские междоусобицы разорвали единую страну, Я считаю, это исключительно важное мероприятие. Ещё пять лет тому назад Коломейцев в Ростове провёл большую встречу, вышел сборник, прекрасный на эту тему. Я считаю, что сегодня мы вместе с учёными, специалистами, нашими друзьями с Украины и других республик рассмотрим эту проблему. Единство – это должно быть обеспечено прежде всего финансо-экономической, духовной, социальной политикой. Мы такую политику предлагаем. Слово сказать, на ридной Украине мы давно сформировали мягкую силу и компартии, и союз офицеров, и женское движение, молодёжное, творческое. И в этом отношении сейчас показываем пример работы в новых регионах. В Новороссии, которая вернулась на родину. Мы туда отправили 120 конвоев. Вот 5 февраля отправим 121, 16 детей приняли. Всё делаем для того, чтобы новое поколение знало историческую правду и всё помогало нам победить и восстановить подлинные истоки нашей исторической дружбы. Ну и в воскресенье мы пойдём отметим 100-летие памяти Ленина на Красной площади. Эта акция пройдёт во всех практически регионах. Приглашаю вас. А 26-го у нас в колонном зале, да? 27-го. 27-го в колонном зале будет большой интересный вечер, посвящённый этой памятной дате. Хотел бы поблагодарить вас за внимание и попросить Николая Михайловича завершить нашу пресс-конференцию. Уважаемые участники нашей пресс-конференции, наверное, символично проходит наша пресс-конференция. 18-го января в 43-м году была прорвана блокада или снята блокада Ленинграда. Поэтому я думаю, что наверняка и ваши родные, и близкие, и дальние близкие были участниками освобождения. Там, где я работал на Сибирской области директором совхоза, была семья, интеллигентная семья. Но уже в годах мне приходилось. Я пришёл в 27 лет. Мы всегда уважительно и просили её прийти в клуб, в школу, рассказать, как были, как жили. Но это надо было видеть живого человека. Значит, никаких высоких должностей не занимал эта женщина. Семья, она культурно, всегда уважительно, с молодыми, с пожилыми. Поэтому я думаю, что, наверное, сегодня прорыв и снятие блокад Ленинграда. И вот мы говорим о снятии той капиталистической блокады, над которой мучится население нашей страны уже много десятилетий. Поэтому пришло время. А вы сегодня, кто будете писать, кто будете показывать, опять же, возвращаясь к моему земляку Алтайского края, спасибо, Макаре Шишину, чтобы вы были интересными, свои перья всегда макайте в чернилу правды. Вам большое спасибо. Ну а мы нашу программу будем нести нашим избирателям. Надеемся на поддержку. Мы вместе с Николаем Михайловичем в конце января будем участвовать в мероприятиях 80-летия, снятие полностью блокады с Ленинграда. Эти мероприятия пройдут в северной столице. Хочу поблагодарить руководство ТАСС, Леночку, за нашу пресс-конференцию, представление программы. И надеюсь, что вы активно включитесь все в ее реализацию. Спасибо, Николай Михайлович. Успехов. Продолжение следует...